Модель идеального газа Пластина с дырками При подаче напряжения на вибраторы Они приходят в колебания И шарики Начинают двигаться наподобие Молекул Идеального газа Вот электромагниты Вибраторов Установка позволяет Демонстрировать Многие явления Происходящие в газе Молекул Сейчас мы с вами наблюдали Модель хаотического движения Молекул Одноатомных молекул Идеального газа Хорошо было заметно Что молекулы имеют Определенное распределение По скоростям Часть из них движется С большими скоростями Часть с маленькими А некоторые временами И останавливаются Если изменять напряжение Подаваемое на вибраторы То скорость Среднее движение Этих шариков Молекул Меняется Таким образом Можно продемонстрировать Повышение температуры Газа Давайте посмотрим Вот низкая температура Повышаем Движение шариков Усторяется Еще повышение напряжения Если поместить На поле Шарики другого размера И другой массы Скажем больше То можно наблюдать Поведение смеси Двух идеальных газов Маленькие шарики Должны в среднем двигаться Быстрее чем большие Давайте посмотрим Эффект хорошо заметен Можно поместить на поле И модели двухатомных молекул Как известно Молекулы кислорода и азота Составляющие в основном воздух Представляют собой С хорошей степенью Точности Жеткие гантельки Вот такие гантельки Мы сюда и помещаем Посмотрим Как они будут Двигаться В нашей модели Идеального газа Хорошо заметно Что кроме поступательного движения Они совершают также И беспорядочные Вращательные движения Если поместить В поле зрения Тело Достаточно больших размеров По сравнению С нашими шариками Молекулами То можно Наблюдать модель Движения бровновской частицы Такой Движения бровновской частицей Мы видим, что частицы беспорядочно движутся, но со скоростью значительно, конечно, меньшей, чем скорость молекул, подвергаясь воздействию многочисленных ударов этих молекул. С помощью модели Эйхенвальда можно продемонстрировать переход от неравновесного состояния газа к равновесному. Для этого на поле мы поместим перегородку, разделяющую поле на четыре отсека. Перегородка имеет отверстие, через которое молекулы шарики могут переходить из отсека в отсек. А все шарики соберем вначале в один отсек и посмотрим, что будет происходить с течением времени, когда мы подадим напряжение на вибраторы. Звучит музыка Мы видим с вами, что первоначально неравномерное распределение шариков по отсеку превращается приблизительно в равномерное. То есть шарики переходят из отсека в отсек и приблизительно с одинаковой концентрацией заполняют все четыре отсека. Таким образом, система спустя некоторое время, время релаксации, приходит к равновесному состоянию и дальше пребывает в нем. Сколько бы мы дальше ни ждали, реально, по-видимому, мы не сможем наблюдать случаи, когда шарики вновь соберутся все в одном отсеке, если этих шариков достаточно много. На той же модели можно продемонстрировать явление конденсации газа и образования капли жидкости, если выключить, скажем, вибрацию одного из углов поля демонстрации. Мы видим как бы каплю жидкости и газ, испарившийся над ней. Теперь вибрацию этого угла мы включим, а выключим другой угол. Посмотрим, как капля испарится, перейдет в другое место. Вот капля сконденсировалась на другой стенке.